I don't know where to stop, I just go till I drop Ну что, всем привет, всем йоу, это наш первый выпуск подкаста, который называется Как дела? Подкаст LA, ну то есть у нас с неймингом все в порядке, у нас клуб называется Stand Up LA, подкаст называется Podcast LA Да, я буду предлагать назвать его Stand Up LA, как дела? Да, здесь Казат, Саша и таинственный голос за кадром, который мы не будем раскрывать Кстати, мне первое, что хочется, во-первых, хочется подарить подарок тебе Человеку за кадром, все подумали, что мне в итоге Тебе я ничего не подарю, но у меня Ты можешь назвать мое имя, мы запикаем, только окончание оставим Да, мы как Собчак запикаем Ты знаешь, что Киркоров гей Ну теперь уже ни для кого не секрет Ладно, это я привез с собой из Тура Матуючи салфетки Это тебе На украинском Матуючи, что ты знаешь? А, влажные Да, это Матиры Какие влажные? Ну, я думал, салфетки и первые ассоциации влажные Это не салфетки, это серветки Это тебе подарок, может, мы вывезем Они чуть юзанные, потому что мне надо было матуючить себя Кто-то уже матувал А как переводится? Это у меня были матирующие салфетки Это у меня был концерт в Польше И девочка сказала, что я слишком теку Да, и теку Ну, мне так часто На концерте говорят Спасибо, я понял Я взял салфетки Ну что, мы хотели поговорить сегодня, как у нас дела Если это кому-то важно Потому что очень много всего накопилось Мы сняли прожарку с Алексеем Паниным И теперь, честно говоря, после того, как он сходил к Ксении Собчак Я не понимаю, выпускать ее или нет Потому что мы сняли раньше, и мы про это не шутим И как будто сейчас получается, что если мы выпустим То там нет важного куска Как он всех рассекретил, всех геев И Собчак всех не запикало Слушай, мне кажется, людям будет понятно, что мы снимали это давно Потому что интервью, считай, пару дней назад вышло Он столько жести наговорил, что как будто мы Присо мы всю прожарку его, как бы, мы говорим Защищали, ну, вроде как, аккуратно Да, у нас получилось, как бы, жесткий юмор с позитивом А он просто сам настолько всего негативного наговорил Что мы такие, ну да, мы поддерживаем Но это бог с ним, потому что мы уже продали рекламную интеграцию И нас нет выхода, чтобы не выпускать Не, мне кажется, люди в любом случае захотят смотреть Я не знаю, когда выйдет этот подкаст раньше Прожарка или нет Он уже был в уголовном розыске Этот подкаст выйдет завтра А, ну тогда поставьте свои лайки, если настолько интересно Да, подписывайтесь на мой ютуб-канал У нас такой кросс-промоушен ютуб-канал На моем ютуб-канале будет выпущена прожарка Потому что мама иначе не сможет посмотреть Она не знает, у нее нет американского ютуба А если вы здесь, это значит, что вы с нами на пиратской станции Это первое вообще, что выходит на ютуб-канале Stand Up LA И это наше уединение Большая работа, которая была проделана в июне месяце Компания Google, да, по постройке сервиса YouTube Вот, скажи Ну да, это шоу для того, чтобы рассказать, какие мы классные Какие мы, ну ты расскажи, Казат, как у тебя дела? Слушай, я честно соскучился по стендапу Наверное, стоит многим рассказать, что Саня был в туре По Европе, по Средней Азии Мне нравится, как мы подобрали наш аутфит Ты в цветах, а я в цветах дивана Да, я впервые хороший одет Нет Ну, в смысле, не впервые Я думал, скажешь, что сейчас тоже нет У меня просто очень сырный мозг Я не знаю, вот Сейчас мы в Лос-Анджелесе Сейчас типа 9.40 вечера И очень тяжело записывать Потому что я поспал 25 минут Это самая худшая идея Когда тебе 40 Мне 40, кстати, прикинь 40 лет Мне 31 Давайте поздравим Сашу в комментах Мне 40 Слушай, это И это видно вот тут у тебя, вот сюда Можно наложить уже в рюкзак и сюда тоже Я на самом деле скажу, иногда возраст это цифры Потому что друг со мной живет 35-летний Ну, у нее здоровье, как у 25-летнего И выглядит так же Это звучит как подкат к пожилой женщине Не, не подкат Это Это как мотивирующие салфетки Ужасно Потому что с тобой друг живет И, видимо, там не перепадает Нет, один раз перепало Потому что он Серье? Да, он ехал в Сан-Диего на 2 дня У нее был судебный процесс Но там такой секс Саша Слушай, я просто, знаешь, моюсь Думаю Ну, сейчас все отмою Типа Это же чья-то дочь Ты знаешь, такое бывает? Я сам не сталкивался Нет, у вас не бывало такого? Ну, ты, может, дождь женить был Так у тебя Есть такая вещь Действительно Я как человек поживший На этом земном шаре Есть такая вещь Что, когда, бывает, ты спишь И потом сразу у тебя наступает Какой-то момент брезгливости Нежелание вообще общаться И вот это странно Я не знаю, как у женщин это работает Но вот точно У меня такое было И у мужчин было Что до секса тебе кажется Что все классно Вот у меня после Типа, вот когда я почувствовал Что не мой человек Потому что после обычно Бывает, что, знаешь, душ сходил Или просто обнимается, лежит Прикольно общается А там даже смотреть его в сторону не хотел И не выгнать И просто я думал Блин, он сейчас посплю Утром проснется, уедет И она, да, она реально утром Все-таки она хозяйка квартиры Да, она Нет, она в 8 утра встала, уехала И потом вот Чем закончишь Я думаю Я не писал ей, не она Мне вот такой был секс Надо заснуть, чтобы она ушла Чтобы она пропала Надо спрятать Я сейчас закрою глаза Нет, мне кажется, она тоже так ходила И не могла уехать Блин, глубокая ночь Самая, мне кажется, большая проблема Сейчас из этого всего Из-за того, что мы не можем Друг с другом поговорить Потому что мы как-то пытаемся Обтекаемо Избегать эти темы А просто, ну, можно сказать Что мне некомфортно Уходи Нет, это плохо Но надо Короче Мне кажется, что Как психологи говорят Я просто летел 10 часов Позавчера И читал книжку Что если Короче, когда ты говоришь Ты должен о своих чувствах говорить Ты не должен говорить Ты плохая Ты должен говорить Мне я не хочу вот это Мне больно вот это То есть через я-сообщение общаться Ну, получается, я должен был По идее сказать До, понимаешь Типа Ну, я понимал, что Скорее всего Ты должен был до секса сказать Уходи Ну, до я особо не понимаю Сколько у тебя не было секса? Вот с августа прошлого года То есть почти год Десять месяцев Может быть, ты просто Я сейчас вроде Может, ты плакал в душе В смысле Может, тебе было плохо Из-за этого Из-за того, что пауза была долгая Нет Я все равно Ну, типа, ты слишком много На это надеялся Типа, ты ждал, что будет Это прекрасный вечер Типа, классно Я, кажется, это Аслан пишет нам всем Поэтому вибрирует Ждал, что будет прекрасный вечер Опаздываю, опаздываю Ну У нас просто едет джей-зи, да Да Короче, я 50% врат, что это случилось Типа, чуть-чуть 50, ровно, не 51 И не 49 То есть могло бы не случиться У меня, типа, разные чувства игра Типа, зачем я это сделал Типа, блин, класс Что все равно Заня Ты чувствуешь, что ты обманул девушку? Нет Ты предал? Нет, я никого не обманул А почему-то да тебе Ну, вы встретились Она была согласна Я чувствую Да, да, да Я к тому, что я брезлилась Типа Хорошо провели время Да, ну, типа Но после секса было тяжело с ней общаться Вообще, да Типа, мне хотелось, знаешь После секса Я знакома это чувство После секса лежать Общаться И еще раз можешь повторить, Санна А не просто разве А было не так Было не так Это ужасно Потому что я реально, как ты говорил Она сейчас в студии Да Мы нашли ее Вот она Честно я рассчитываю Да, я честно Саша, я честно рассчитывал Что будет классно И еще будет это периодически Во-первых Типа, понял Синдром завышенных ожиданий Да У меня так было с переездом в Америку Я тоже мылся в душе Часто, когда переехал сюда И думал Зачем я это сделал Ну, ты, к примеру На работу вас взяли Классная компания У вас стажировка первый день И вот Вам сказали Ну, не понравилась работа И ты Ты просто представляешь очень много Его долго не было Конечно Сейчас она приедет Я буду и так И так А потом 20 секунд Да, потом будем лежаться Она будет у меня на груди Общаться Будет там Вкусно пахнуть Там Идеально общаться В итоге Будет у меня на груди Будет вкусно пахнуть Я, когда занимаюсь сексом Пахнет точно невкусно И не только на груди Да Я еще продолжаю Показывать подарки Ты можешь Дотянуться до моего рюкзака Ну, в смысле Встать и дотянуться Да, мне придется Встать Да It is fine He just Себе возьми Открой Там Unpacking Вот Ноут Это нож ноут У нас теперь в офисе А, все это подарок Да, вот открой его Рюкзак убери Ставь на заряд Ноут открой И расскажи, что ты чувствуешь Это игровой компьютер MSI Катана 17 Это практически рекламная интеграция У нас теперь есть Я открываю Игровой ноутбук в офисе Поэтому теперь можно будет говорить Почему не выходят новые шоу И почему не выходит новый юмор Потому что Слушай, можем, да, показать же? Можем показать Игровой ноутбук Катана MSI 17 Очень красиво Надо твич Смотри, это 17 дюймов Этот подкаст выйдет на твиче Да Но Мы на нем можем монтировать Поэтому ждем твои новые ролики А еще разложи Попробуй до конца открыть монитор В смысле? Он на бонус? Вот так Дальше не надо Кайф, да? Да Можно в теннис играть Пишет войти Все, вошел А, все, тут Сразу видно Сразу видно Что человек не задрот CSGO Dota Да Первое, что в основном CSGO и Dota А еще там был Американский флаг Ты знаешь, что мне Чтобы снять эту интеграцию У нас в прожарке будет реклама Как в этом подкасте Мы Я заказал это В Америке не было его Мы его заказали в Казахстане Это единственный в Америке Такой компьютер Теперь, да Мы заказали его в Казахстане Здесь есть Катана MSI Но были 15 дюймов 17 моделей не было 17 А нам в офис все-таки Чтобы вдвоем со Сланом Влезли в монитор Нужно больше Короче Офигенный компьютер Реально я его поюзал Очень классный Ну действительно Нигровой Тут клавиша ACD Вот этот ACDC, да Ну я не играю Негроман Они отдельным цветом Да И Тебе не обязательно восхищаться Прямо Они не заплатили За интеграцию В подкаст В американский Не, ну я все равно восхищаюсь Единственное У нас теперь есть компьютер Ты говорил У меня нет компьютера Чтобы смонтировать Да, спасибо большое У тебя есть компьютер Когда будет серия Осталось нам Да У нас уже есть офис Мы же можем сказать Что это наш офис Как будто Люди же не знают Они же не видят Что мы Они же не видят Что мы на свалке Сейчас Да У нас есть компьютер Ты можешь свернуть его И положить Все, оставай Слушай, да Я сюда перекину файлы Которые у меня На Вместо гостя Не надо? Ну положи Короче Что это отталкивает? Короче Я его купил В Казахстане Снял Кусок Для рекламы Его снял На корабле Диснеевском На Багамах А, помню Ну в смысле Что ты был там В Грузии Снял еще одну часть Звук записал В Ереване А смонтировал Это все Чувак из Нью-Йорка А ноутбук Корейский? Ну По названию Что да Корейский Либо японский Катан Хотя они могли Просто взять Заимствовать Ну как Нолан В Мире прям Ездишь Снимаешь Интеграции Да А ноутбук Сам тайваньский Ребята Это тайваньский Компьютер Это ужасное Допущение Но зато Видно Что за рекламу Нам и не платили А мы просто Счастливы Обладать этим Продуктом Потому что За рекламу Нам заплатили В другом Выпуске Если бы мне заплатили Я бы тоже похвалил У нас есть комп Классный комп Блин Спасибо за подарок Саша Да И за офис тоже Я потому что сейчас Слышу Что у нас будет офис Скажи мне Ты удалось выяснить Раз мы говорили Недавно про сон Удалось ли тебе выяснить Про Про сон эмигранта Я спрашивал На концертах У тебя было У тебя было сторис Про то Что снится сон Что ты находишься В стране Откуда уехал Да И не можешь выехать Да А я так понимаю Я буду в Питер Едешь ты не сможешь выехать Мне очень много моих подписчиков Писали Что это сон эмигранта Короче Месяцев Я врусь Я говорю Все мама Я в ЛА поехал Она говорит Что у тебя за документы Я говорю Я не знаю Я буду пробоваться В аэропорт Надеюсь меня выпустят И долечу Типа снова через Мексику Какими-то путями Ну потом проснулся Я в сторис В инстаграме рассказал Люди написали Это называют Сон эмигранты Привыкай Мы уже 10 лет живем Все равно бывает Что вот снится 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 Не думаешь Что это Программа такая Американская Специально Чипус Правительство Они тебе сон Вживляют А во сне проверяют Если ты во сне Комфортно чувствуешь Жизнаждану Нафиг Америку Я в Питере Они сразу тебя депортируют Прикинь Есть такое Мне тоже Просто снится Такой сон И есть такой Реальный Феномен Мне кажется Это от страха Это военком Как Этот самый В инсепшене Да у меня после армии Так тоже снились Что я был в армии Типа думаю Блин Заставляет тебя вернуться Ты получается Не можешь Поехать в Россию Сейчас И в принципе Вообще Я вообще никуда не могу Ну типа Понимаешь Да А почему Именно тебе У меня просто Многие друзья Комики Спрашивают Не будем Как в интервью Алексея Панина Для Ксении Собчак Запикаем Сейчас их Да Ты скажи Ну чтобы я примерно Сухоруков Киркоров Они все спрашивают Как Бежать через Мексику Сухоруков Спрашивают Как бежать Через Мексику Ты думаешь На эти фамилии Автоматом Ютуб Пикается Сейчас Да Он говорит Что говорят В Америке Можно письюны Сосать Вот Не он Но кто-то из них Мы против Нет Мне просто интерес Фамилия бы сказала Может я знаю Эти фомиков И лично Да Вот Спрашивают ребята Как Проходить И смогут ли они Работать И У меня все время вопрос Почему Именно тебе запретили Покидать Калифорнию Может быть потому что Ты в армии служил Или это просто выборочное Нет Это выборочное Я тоже так думал Короче Когда я сидел В эмиграционной тюрьме Два месяца Я обзавелся Контактами И так далее Ну и сдружился Ребятами У тебя там Связи Тюремные Да Есть крыш Если попадете Я вам подскажу Кому обратиться У вас будет отдельная хата Может они там Чай будет Короче У меня такое И у одного парня Армянина Все такая программа А он не служил И он причем С Москвы Тоже гражданин России И мы пытались найти Наши общие Какие-то сходства Потому что Вдруг из-за этих сходств Нас Типа Те категории Дали Форму 220 Чтобы оба не русские Да У всех А-94 форма При этом Да Ты можешь по этой форме Покупать Билеты на самолет Внутри США Ты можешь записываться ДМВ И получать водительские права А по моей форме Ты должен отмечаться У офицера Не выездной штата К тебе приезжают Офицеры иногда По расписанию Тебе домой прям приезжают? Да Мне два раза приезжали А остальные разы А ты прибираешься Перед приездом офицера? Нет Дверь открывает Бумажку дает Подставлю А если это не ты поставишь Они знают Как я выгляжу Но они А У них фото Да У них бланки Они тебе дали Специальный какой-то телефон Они подписаны на него Нет Сначала дали телефон Специальный Если вдруг Не дай бог Рилс из Нью-Йорка выйдет Да На мой телефон Установили приложение И там Календарь обновляется И пока Просто пишут Типа Пора сфоткаться И ты находишь Место Удачный свет Да пофиг уже Я первую неделю так делаю Сейчас уже Первую неделю Я даже как-то Улыбался Какой-то Красивый уловил Думал Типа кайфовал Поначалу Я сейчас прилетел Подаю паспорт У меня паспорт Загран Российский И документ ВНЖ свой Американский Гринкард И я подаю Он видит паспорт И на чисто русском С таким акцентом Украинским Говорит С России прилетели к нам Это вот в Америке Вот сейчас Два дня назад Я говорю Да Нет Потому что я просто Только проснулся Голова не соображает А я летел Типа Через Европу Мадрид, Амстердам Вот так Мадрид, Кутаиси Вот такие у меня рейсы были И я такой Нет С Амстердама Он говорит А что там Трава дешевле Я говорю Что Таможник Он говорит Трава дешевле Там Я говорю Где Он говорит В Амстердаме Я говорю Нет Он говорит Ну а что вы там делали Я говорю Из Испании летел Он говорит, а там что, травы нет? И я такой, это самая сложная граница в мире, которую люди пересекают. Меня всегда в течение последних 10 лет что-то допрашивали, в сторону отводили, когда ты был последний раз. Да, даже когда у тебя документы, все. Да, если ты долго не въезжаешь. Тут просто он шутит, я смотрю, есть ли у него камера вообще, на жетоне у него камера, тут кругом камера. Он начал со мной разговаривать минут 20, со мной разговаривал вообще про политику, про все. Не боялся различных высказываний, показывал на всех, говорит, смотри, они же тупые здесь, просто сцена из фильма «Брат 3». Вот герой Сухорукова, который, как мы знаем, пососет в сравнении с этим офицером. Кто-то на ковс точно сосет, да. Таких много, да много кто подходит. Вот, и вот как будто его герой из «Брата 2» остался в Америке, отсидел в тюрьме и пошел в пограничный контроль, и дослужился, и вот там. То есть, он вроде бы и не любит Америку, но при этом у него два дома, какие-то что-то, что-то. Он из этих вот, галлон в 91-м году стоил 30 центов, типа, сейчас 3,5 долларов, там 5 долларов. Вот. И просто, и он стоял, и огромная очередь, человек, не знаю, 150 стоит за нами. И причем люди ненавидели тебя, а не офицера. Нет, ничего, никто не понимает. Нет, они откуда знают. Он просто на русском со мной разговаривает за политику. Мимо люди проходят, проходят, этот со мной разговаривает, что-то чешет, чешет. Я говорю, а мне дочь звонит, я говорю, мне брать или нет? Он говорит, да, все, иди. Он говорит, следующий. Ну, просто так себя вальяжно там чувствовал. Прикинь. Это просто в случае сериала. Я расскажу как-нибудь. Ну, то, что ребята, ты говоришь, спрашивали, работать можно ли? Есть пересек. Да, можно, но... Ну, осторожно, но нельзя. Нет, в смысле, когда вот подал. А когда? А что? Я же форму подал, вот у меня 15 августа еду отпечаток пальца сдавать, после этого даю все эти документы. То есть, страничка иммиграционной помощи. А что, на что они рассчитывают, ты должен жить, если тебе нельзя работать? Вот я это, типа, вот я монолог начал писать, но особо шутки не приходят, больше этих недовольства. Вот я говорю, 150 дней после подачи формы, одна форма есть, после 150 дней с момента подачи, ты подаешь вторую форму, и там тебя вызывают на отпечатки пальцев, и выдают в течение месяца или спустя месяц work authorization и social security number. Я говорю, а что я должен, вот 150 дней, ну, Америка же говорит мне, не работай. Типа, но при этом, как будто она говорит, работай, но чтобы мы не знали, что ты работаешь. Вот так вот выглядит. Ужасно, беззаконие вокруг царит здесь, просто ужас. В общем, загибается. Идти такого нет. Ну, я имею в виду не граждан, другие граждане, ты пришел, разрешение на работу, сразу же, первый же день делаешь, ты просто регистрацию делаешь, в каком-то месте жить, идешь у ФМС, тебе дают разрешение на работу. Все, это вопрос двух-трех дней. Сейчас тебе напишут в комментариях, я хочу... Почему ты уехал, да. Вот и иди. Иди работай. Иди работай. Открылось много позиций сейчас. Освободились. Да, вот. Ну, класс. Вау. Ну, явно видно, человек домой заезжал, переодевался. Да, да. Да, но при этом говорил... Да, но при этом... Первый опаздывал, он написал, когда это. Молодец, молодец. Ну, как тебе? Как тебе вообще? Очень круто все. Как тебе этот диван как мой? Да, очень круто. Под диван? А ты не мыл подмышки? Да? Ну, типа, ты помыл только лицо и переодел. Молодец красивый. Нет, как раз так и не угадал подмышки, я еще помыл тоже. Это от моих пахнет. Вот, это уже попадут. Нет, я помыл, еще дейзик использовал. Что смотрели? Хорошо, что я далеко от вас вижу. Да. Так что, ну, тут... Я им говорит... Ты знаешь, на... Old Spice, Александр Невский. Old Spice выпустил новый... А что, нам много рекламодателей? Old Spice, Katana, еще что-то много. Ты не видел, Даня на Olds Royce приехал. Я очень рад вас видеть. Да. Мы тебя тоже, брат. Мы тебя... Мы не виделись. Мы час ждем. Мы не видели специально... Да, это пиво вас, когда мы вообще в жизни видели. Сутки, как после моего прилета... Нет, сколько? Мы не видели с вами три с половиной недели. Да. Сейчас мы вчера не встречались специально, чтобы сохранить эти эмоции для подкаста. Ну, там сколько все случилось. Ребята были на карантине просто. У Саши условия. Поскольку я был... Заезжал на территорию, да. С дружественных стран. Все, кто с Сашей встречается, сидят на карантине, ребят. Какой тур, Саш? А, я был в Бишкеке, бро. Бишкек. Блин, и как там Бишкек? Бишкек самый... Я очень мало успел посмотреть. Да. Я очень мало успел посмотреть. Ну, во-первых, большой минус мой лично был, это то, что четыре штампа в паспорте, потому что я пересекал границу Казахстан-Кыргызстан и обратно. Четыре штампа. А гонорар, чтобы ты понимал, немного людей пришло на концерт. Да, серьезно. Да, я не буду говорить, сколько гонорар, но каждый штамп примерно 120-130 долларов мне стоил. Ужас. Я летел, да, я заработал... Это такой был самый маленький концерт. Ну, то есть, для примера... В Бишкеке, да? Для примера, в Юрмале, в Латвии, мы собрали 1100 человек. Ну, да, это было классно. В Бишкеке я собрал... А в Бишкеке в целом что ты рассказывал и как реагировали? В Бишкеке просто меньше ладышей. Это правда. Во-первых, меня встретили сразу. Сказали, у нас здесь Кыргызстан. Лучше, чем Казахстан, судя по сторис-мотелям. Я не могу рассказывать. А, нельзя? Нет, ты что, у меня в Казахстане очень много друзей. И теперь в Бишкеке тоже. И, конечно, они граничащие страны. И каждый говорит, что мы свободнее. Нет, мы свободнее. Они говорят, мы самостоятельные. И твой, твой приятель, который меня встретил, не говори, как зовут. Что дальше расскажу. Он говорит, брата, у нас свободная страна. Он говорит, я когда сюда зашел, мы пережили три революции. Три революции. Он ходил на все. Да, он говорит, последняя революция, что я помню. Он говорит, я зашел в Белый дом. Стою такой, смотрю. Я в Белом доме. И взрываю косяк. Он говорит, у нас свободная страна. Но ему особо пол не нужен, если что, чтобы косяк взрывать. Да, и потом он говорит, да. Он говорит, ну, про политику лучше много не говорить. Но у нас очень свободная страна. Бишкек изумительный, отличный. Мы поужинали вчетвером. До концерта заехали в ресторан. Причем ресторан, ну, как бы не забегал. Какой-то ресторан такой. Видно, что, ну, выше среднего класса. Средний, выше среднего. Такой красивый. Много официантов. Много всего. Какие-то стоят шапки на столах, знаешь, которыми чай накрывают. А, нет. Я думаю, колпак наш традиционный. Может быть. Но там какие-то такие прям интересные. Сузор. Национальные штуки. Мы заказали плов. Зеленый, смёрзкий колпак. Да, просто у нас пошел этот кэнселинг. Очень все красиво. Сейчас, чтобы вы удивились, сколько там, 4 самсы национальных. Блин. По две вот эти. Плово, салат, чай, ещё что-то. И я пошел, и я пошел. Я почему-то понял, почему так мало заработал. Я думаю, надо оплатить, потому что пришли ребята, молодые комики. И они меня повезли в этот ресторан, потому что я был голодный с дороги. И я понимаю, что сейчас начнется оплачивание. Телёшка, да, счёты уши. Я думаю, что они, ну, молодые ребята, а я, типа, ну, они бесплатно, потому что меня сейчас разогревают. И я, как бы, зарабатываю здесь деньги на этом мероприятии. Единственное, я пошел, заплатил 19 евро. И я понял, что дешевле всей семьёй летать, ужинать в Бишкек, в ресторан. Диктас, бля, реально. Очень вкусно, просто изумительно вкусно. Просто смотри. Сумасшедшего качества мяса, помидоры, всё свежее. Я знаю, что ты чувствовал. 19 евро. Что я чувствовал здесь, когда вы на наут приехали. Да, сейчас я тебя понимаю, но когда я был в прошлом году до Америки в Кыргызстане, муж сестры в Кыргызстане был, который был, в Америке живой. Он бразилец. Да, он в Америке всю жизнь вырос, родился. И полетел в Кыргызстан. В Кыргызстан. Он мне говорил, вау, дешево. А тогда я не понимал, типа, мы четвером сидели, поели, 4 тысячи сом. Вышло. Для меня это нормальная сумма в то время. А что ты это? А нет, ты самами платишь, не знаешь? Сомни. Нет, я хотел, когда было про бразильца, я хотел пошутить про Рональдинья, и прошел момент, и я после этого сижу. Да, да, у него муж сестры Рональдинья. Ну, в общем, да, сом – это национальная валюта. Если тут еще хотели пошутить, это не рыба. И для меня это нормальная сумма, это как 4 тысячи рублей. Думаю, ну не прям дешево, типа, на 4. А рубль? А он там говорил, вау, чип, чип, мэн, чип. Я думаю, ну окей. И сейчас я понимаю… Что, бразильцы плохой английский. Да, нет, это у меня плохая пародия на бразильцев. И сейчас я понимаю, что 4 тысячи… Чип мэн вообще… Это сколько? Долларов, я уже запутался. Что? Я не знаю. 4 тысячи? 20 долларов. Я не знаю, сколько 4 тысячи долларов в долларах. А, ну 25 долларов. Да, это копейки на 4,20. Копейки, видите? Для казак тоже копейки. Теперь я его понимаю. Да. Ну соотношение имеется. Воду не тем, кто опоздал, не пьет. А, да? Ну извините. Это не вода. В Казахстане ел козы, в Европе… Есть Европа. А сколько стран ты объедил? Латвия. Я как будто только 3-4 знаю. Испанию знаю, Казахстан, Кыргызстан и Латвию. Голландия. Да, меня не слышно. Ну как… Не-не, тебя слышно. Но я ничего не говорю. Тебя слышно, но когда ты делаешь вот так, тебя не слышно вот там. Тебе надо, как я, вот вниз. Ну это нормально. Ты смотришь на меня. Ну ты просто вот так говоришь. Нет, близко не надо подвигать. В близко не надо подвигать. О чем вы говорили до меня? Это просто… А про Open Gamer говорили. О, блин, это классно. Мы можем Барби обсудить. Слушай, мы не ходили… Я не ходил ни туда, ни сюда. Ты сходил на лобокин. Я сделал большую тройку. Я сходил… Первый день я прилетел с дочерью, сразу пошел на черепашек. А, на Барби пошел, потому что ее друзья сходили без нее. Черепашки уже вышли? На следующий день мы с ним, до 2 августа, мы пошли сразу в день ВДВ на черепашек. Нормально. Нам, потому что нужно было кто-то, кто дерется. Но они тоже частично, да. Да, и дальше я говорю, ну все, теперь пошли смотреть ядерный взрыв. Но он перенесся, поэтому мы пошли на Open Gamer. И как? У нас будет машинка такая. Слушай, все три фильма по-своему хороши. Черепашки, на удивление, мне понравилось меньше всего. А как вы видите, у меня даже на рюкзаке Леонардо… Брелок, да. Я люблю… Мы просто… Нам в PlayStation Store подсунул… PlayStation Store подсунул игру «Черепашки Ниндзя» старую, 8-битную. И мы с ним целиком прошли. И она говорит, а что это такое? Я говорю, это по мультику. И показал ей мультик, который шел в России, когда я маленький. Был в 90-х. У тебя были классно. Ninja Turtles. Да, да, вот эти. Teenage Ninja Moon and Turtles. Да, да, да. И у нас его показывали. И он классный, первый сезон. Там все 7 или 8 серий. Видимо, это был пилотный сезон. Сумасшедший, классный. Мы начали смотреть второй. А это 90-е. И видно, как изменилась эпоха. Потому что во втором уже репортерша была более голая. У нее шортики изменились. А, тогда сексуализация началась. Да, да, они начали превращать это американское общество. Масоны. Сами думали, сами потом сказали, что это живо. Сами сказали не то, да. Мы же не жалкие букашки. Объективизация. Там уже был сюжет в первой, что этот шеф телестанции подкатывает к более такой сексуальной девушке. И я такой, блин, то есть первый сезон типа про дружбу, ну типа про... Ну да, подростки просто и ничего. Ну он прям с хорошими. А тут ты смотришь, вау, это прям MTV началось с 90-х, знаешь. И ты такой, вау, что такое. И вот на удивление, я ждал вот этих... Они просто... Этих черепашек, видишь, мы до этого смотрели Человека-паука, второго вот этого сквозь вселенную. Сейчас, да, я сейчас на их... И после него очень тяжело воспринимать другие мультики, потому что, ну для меня это как бы... Человек был очень бомб. Это близко к... Это вот современное искусство. Потому что там настолько по-разному все нарисовано. Да. Это прям, прям вот современное искусство. Меня тоже это зацепило. Они же типа новый вид графики придумывают. Ты вообще от микрофона ушел. Они все время новое придумывают. Я от микрофона ушел. Я все время приходится... Ты вот так и регулируешь. Вот так. Ну, в смысле... Сейчас все равно тебя обрежут. Ну, я видел просто, я про это смотрел, там рассказывали, что на самом деле это новый вид. Ты по этому опоздал? Да. Я смотрел, досмотрел. Это был классный фильм. Это новый вид рисовки, типа... Они это сделали сначала в первом. Ну, разные вселенные, да, разные. Они это сделали в первом. Они объединили 2D и 3D, но я не понимаю, где это. Пусть нам в комментариях объясняют. Но во втором они вообще просто... Так везде же 3D, просто стилистика нарисований. Нет, там разные. Ну, какие-то есть, да. Да, разные технологии они используют, и разные художники. Интересно, это же один кто-то, понимаешь, собрал это все. Как бы он объединил группы художников, или это одни и те же художники в разных стилях? Ну, это... А еще классную штуку мы видели в 3D. Скорее всего, разная команда художников. В Твиттере, что он же сквозь вселенные. И они запустили в Твиттере такую штуку, это вранье или нет, что у них в разных кинотеатрах разные версии. Да, я только хотел об этом сказать. Слушай, концовка, многие что-то говорили. Мы это об этом рассказывали. И мне говорят, что это фейк, типа кто-то... Нет, люди снимают на айфон и выкладывают. Я тебя читал везде. Либо кто-то недосматривал до конца. Этот мастер называется DCP, да, до сих пор, которые отправляются в кинотеатры. И чтобы его сделать, нужно определенные деньги заплатить. То есть я думаю, что студия пошла на то, чтобы сделать... Это дорого просто, это никто не делает, ну, в Америке так не делают. Потому что в России я знаю людей, которые так пытались, ребята, которые, собственно, приехали снимать. Они хотели тоже такую штуку сделать, но это дорого. Просто тебе нужно реально в каждый кинотеатр свой DCP отправить или по сетке раскинуть. Но вот сейчас они каким-то образом это сделают. Мне кажется, у Sony есть бюджет. Там где-то герой туда-сюда пробегает. Да-да-да, мне об этом говорили ребята знакомые. Что у Sony есть бюджет ради искусства. У всех есть бюджет, но они же мыслят экселевской таблицей. Они не хотят... Зачем платить, если они столько же соберут? Если это не ведет к увеличению доходов, студии Кабрана не платят. И тем более, которые не особо все заметят до конца. Это же после титров. Но сейчас это же... Вот, Facebook получается расфорсил. Это еще один повод посмотреть. Еще один повод посмотреть его. Да. Ну, сколько там? 50 билетов еще докупят. Но зато это попадет куда-то в историю. Но чуваки, которые делали «Паука», сказали, что мы устали, мы сделаем вот третью часть и все. И мы будем отдыхать 10 лет. Ну, типа, не можем больше делать. Мне кажется, они года три готовились. Там видно, там просто... Ты смотрел в кинотеатр? Ты ходил в кинотеатр? Да, я смотрел «Паука». У тебя просто каждые полторы минуты тонна какого-то интеллекта. Столько деталей, да-да. Сумасшедший фильм. Поэтому «Черепашки» сильно в этом проигрывают. Просто большой перепад. Но там тоже есть отдельные сцены, где они пытались выпендриться и снять. Они взяли прикольные всякие старые треки. Но сразу же, ну, я прям очень быстро отвлекся. А еще удивительно, пришло два класса детей. Видимо, у них лагерь, продленка. Давай поговорим. Очень много детей пришло. А Барби? Ну, и Барби особенно. А там вот как раз еще «Черепашки-ниндзя» как раз в таком возрасте, подростковом. Там нет, типа, таких там убийств. Они знают, что делают? Они кричат, дети вот так делали. «Вау! Вау!» И учителя на них. А я дочь спрашиваю. Она же понимает по-английски. Может, кстати, мне поэтому не понравилось. Потому что я не понимаю. Она говорит. Я говорю, что они сказали? Она говорит. Ну, вот это я такой. Почему они так реагируют? Ну, то есть дети прям такие. «Вау!» я когда на человека паука последнего пошел это просто весь фильм и крик все кричали просто потому что там везде отсылки автомат выложил дом я не поймал стою обвешенный бомба чудо не кричать серьезно там все кричали каждая сцена но это было круто но мы привыкли не кричать типа у нас кинотеатрах и такие типа а тут они каждая вот появление нового персонажа это крики отсылки даже никто не уходил никто не уходил после есть фильма все ждали сцену я так ждал все ждали ждал очень долго я ушел я даже сейчас не вспомнила поважнее они составили сцену поститров делать прикинь да 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 надо ждать маленьких титров прикинь человек паук настолько реально человек паук настолько зацепил я сейчас не могу вспомнить с кем я пошел я помню с кем-то пошел я а я помню ваш рил с человеком пауком но это в этой силе мнения не с узбекским нет не с ним ходил реальность я двоем помню но барби посмотрели я не смотрел но я скажем так я играл в детстве я не просто ебал я получил небольшой скажем заказ мувинга и подумал барби отдохнет небольшую рецензию как критику рецензию рецензию до критику получил от от сестры 14 лет и она слишком много повестки я это просто пришла мне такое сказал и дала повестку я думал я эту барби зарежу вот а ну не на во первых я приехал я три недели был соответственно и в странах которые раньше были в советском союзе и в странах европейских странах запрещен цвет розовый я понял у тебя прям сюжет барби нет и ты когда приезжаешь в америку вот я на второй день в америке я пошел сразу в кинотеатр или на первый день кажется и ты приходишь туда и тебе сразу говорят тебе какой стаканчик регулер или или большой ягода обычный регулер и она дает мне огромнейший стакан что я до этого в испании говорил просто есть кола и мне горели да и через там четыре часа вообще никто не торопится прости колу которая стоит полтора евро максимум вот так не тоже ноль вот вот такую баночку в руке тебе этот в америке же особо маленьких размеров нет объем да только одни раз это регулер огромная потом тебе дают попкорна просто в тебя вкладывают в карманы напихивают потом я сел во первых там была мне это подавала сразу все женщина в переходе то есть мужчины и женщины в подземном переходе что подавалось что сейчас началось попкорн подавала на театре он пошутил про женщина подавала попкорнами так нельзя говорить нет ну трансгендер был на кассе такой на 80 процентов еще переходе операции аплодинг да ну как мне показалось и из там что-то было с зубами такое прям черное и и очень откровенно они были смысле прям из кассы да в кинотеатре и меня сразу встретили это большой колы сразу трансгендер и сразу на барби где полфильма феминистическая повестка это но я на стороне женщин и я считаю что действительно они все делают правильно осла не знаю не знаю вот и я такой вау все таки вообще европа ну вообще в общем я на барби наверно не пойду не за то что нет а потом они говорят давать кучу для меня барби на смотреть кинотеатре потому что это один из немногих шансов досмотреть его до конца ну вот зачем тогда идти вообще нет во первых вас сняла режиссерка который и она талантливая а ее муж вообще снял один из не думаю самых великих последних фильмов marriage story это очень крутой фильм смотрели где вдвоем играет адам драйер и скарлетт все время женщин зубы и карлетт йоханссон да они вдвоем весь фильм очень да разводится в очень так гениальный фильм я не смотрю очень прав и талантливый очень режиссер но он был сценаристом с ней ладно короче короче его хороший дуэт снял да нормальный фильм барби все выяснили какие фильмы смотрел женщина сняла векой дуэт за это и борьба дуэт дуэт а как мы перейдем к интервью панина как мы перейдем ладно смотрел фильм осмотрели интервью потому что знаешь когда писал он и она просто там не знаешь как сказали когда я сделал когда мы сняли я не шучу и я взял псевдоним что мне нельзя было по контракту с стс работать на кинопояс я под псевдонимом выходил и женский псевдоним и женщины сказали не злобий взял мужской понятно почему он взял псевдоним потому что видимо женщина снимать не умеет а он снял фигню и решил прикрыться женским именем то что никто не будет а я такой кто из вас сексизм да ну короче это было жестко так у меня вопрос перейти по ним подожди подожди у меня вопрос такой а ты считаешь фильм классным только потому что его сняла ну вот если бы ты не знал что его девушка сняла не мне кажется фильм прикольно мне больше всего этот фильм нравится тем что огромная корпорация которая производит куклы барби заказал может посмеяться вот так над собой ну то есть они сами высмеивают свой сексизм стереотипичность кукол если это они придумали с маркетологами то это удивительный ребренд потому что он полностью ложится в повестку и говорит вы все правы кукла барби очень стереотипично и все это вообще не так женщины молодцы мы можем быть любыми в конце они говорят давайте жить дружно все равно мужчины и женщины на всякий случай и они смеются над сами над собой у них совет директоров этой в компании барби там 10 мужиков тупых где они прикольно издеваются на но не то есть я просто хочу спросить просто мне интересно мой роня которая очень сильно подстегнет и даже куда вот я только хотел сказать ты думаешь это отличный маркетинговый ход да я просто смотрел вот есть на игру киберпанк они сказали да да вот киберпанк когда только вышел все его захейтили игру да и никому не понравилась игра потом вышло аниме на netflix аниме классную и и смотрел я мне очень понравилось и выросли продажи на 70 процентов игры и потом начали в нее вводить отсылки из этого аниме и сейчас прямо ну ну прям невозможно что барби чуть-чуть видимо умирала в продажах тем более со всей этой дизельной новой повесткой поэтому снова если на я так по на самом претензии была к тому что это кукла типа очень таких размеров которым тяжело стремиться понимаешь и девчонки сон и которые растут им но больно смотреть на это и она причиняла боль но вроде как сейчас и есть барби разные типа нет они уже такие барби мне кажется это наоборот портит концепт они борьбе вот таки вот такой куколка я думаю так мужчины не имеют права обсуждать барби да все позовем потом женщину и обсудим из полная проект и спросим почему женщина не смогла в одиночку написать сценарий ну вот что я пытался нет я хотел сказать что похудел дает тоже самое хотел сказать на сушительных уходил не так много заработал сколько сэкономил но скажи указан то был секс так подожди я откуда-то ты с 4 а видишь аслан не знает да я же говорил что не хочется вспоминать поэтому аслана не знаю аслана это такой бон так удивляется без меня я никому не говорил какой после нее я в душ ходил вот так я не хотела это вот тот момент когда ты такой уже сигарету за курил так и там да но я не курю но который после которого было отвращение я ходил а зачем ты его сделал это очень просто я прошу с августа прошлого года не было его и я думал тебе вот тебе 31 я просто думал ты прошел этот этап когда я просто прошел на сам когда лучше когда я не думаю лучше что-то чем ничего лучше нет лучше ничего чем что-то вот нет все равно ты наступаешь на одни и те же грабли когда прям при этом думаешь нет когда тебе приспичит аслан ты понимаешь что скорее всего так будет но все равно идешь на эти надежды что будет лучше я сейчас думал со саша скажем про это что я думал сейчас скажет саша про овец скажет нет я не считаю овцой нормально еще а ну все ну короче чё говорить я думал мы интервью это панин обсудим потому что нам же прожарка укладывать интервью панином и обсудим ты понял кто кто гей да 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 понял кто кевин спейси нет этот человек который говорит в чем сила ну брат не рота нет это говорит нет подожди в чем сила брат спрашиваю это другой ну брат брата да во первых там говорили что да для всех он брат это подсказка и я злопервый догадался я догадался еще не сразу когда я увидел телеграм-канале таквиз когда он сказал сказал с кем он спал я почему-то подумал либо запикаем либо басков либо моисеев не стоп а он же говорил двое детей что-то или этого не самое самое там запекано без кофе не слышно это ксения собчак которая запекала все просто а потом в конце он говорит а митя фомин трахать с собаками нет так потому что а значит у них нет я думал наоборот уков михалков ладно даже почему не запекала я подумал я мне кажется не запекал потому что явно он бред несет что собаки митя фамина она подумала но это бред который ну то есть неправду он выдал и поэтому вдруг это типа митя фамина был на видео не запекала собчак на интервью на реальном видео рассказать она жрел что приедет она сюда приедет или те надо будет считать нет ну круто сходи на берлинг-мен едет после того как почему нет берлинг-вуманы кстати знаешь что тот поджигает сексизм провоцирует провоцирует ты знаешь что собчак белый написал руслан белый комик такой да есть такой да израиль живет если нашим его еще без рука выиграла в том сериале короче белый написал что типа чё собчак спрашивают упали на за жизнь она сама типа себя так двухтысячных вела и ничего не это она ему написала тоже у себя в телеграм-канале они люди вместо того чтобы списаться они публично разговаривают нет друг войну это классика воюет она написала а вообще-то типа то-то-то-то-то-то что-то я там как хотела так и это и глупо предъявлять спустя там 15 лет что-то то-то-то и вот кто не боится ходить на интервью а говорит ну то есть подколола его видимо она тоже к нему входит запросами слушание было фейковые видео с тимати да а могла бы быть настоящая собакой неизвестно что помимо лучше шепчак не вы вы просто мне рассказывать я такие вещи я вообще вообще даже не слышал да ладно да если что аслан шоу-бизнесе начиная в этом бизнесе неделю не 21 просто поэтому вот если вы сказали там с кем вода 4 там спит это вырежете скажите с кем вот это бумагу всегда вырезает не только не ножницы мы оставим вот так сделайте все у тебя личный враг вата 4 на самом деле если честно он мне сам больше всех бесит шоу-бизи а мистер это нельзя говорить или можно я не знаю почему просто потому что моя сестра когда ты его смотрела и меня это вымораживало просто ревновал для меня это максимальная пустая трата времени так уже зайди к мистер бисту у него уже смотри вот зато будешь английский еще учить а то день чем смотреть а ты уже зайди и смотри я выложил какой-то пост типа я говорю алексей как мне теперь выпускать прожарку и мне просто 6 23 я не взял трубку я боюсь что он еще в этом состоянии я просто вижу по этому интервью как он пенеет понимаешь я на шутка давать шампанского он сказал я выпил уже три шампанского и ты понимаешь что он почему на прожарке не пил ну им ровно хорошо хорошо что понимаешь что это ну и задачу она просто делает желтые вещи понимаешь она его спроила и ну очевидно у него гонен и возможно было лучше чтобы он был открытый очевидно у него вопросики с алкоголем но он бы ничего такого и не дал что вы с ним разобщались да он абсолютно светлый позитивный человек помнишь это потом он уже за нож хватился за нож и записи он не у меня так я поэтому с ним сфоткался поэтому с ними общались и сейчас я когда я не потому что нормально нормальности да в интервью неадекват дай я про это говорю если бы он на прожарке также себя вел так общался я бы даже не подошел к нему там оставила пошла взяла у его очаровательной дочки несколько комментариев десять минуты отвлекала там где-то я думаю лёша налили наверно я не знаю у него есть с этим проблем или нет но это просто другой человек не тот который к нам приезжал у меня есть вопрос кстати очень важный вопрос может быть не показалось на прожарке он сказал мы шутили про то что он бисексуал такие вещи и он сказал вышел на сцену и сказал зачем вы это говорите я не бисексуал кто вам об этом гей и могли гей мужики все в порядке аслан он наоборот сказал бисексуал ему нравится женщина он сказал не это он сказал что я не гей потому что только мне кажется не только интервью он себя так повел знаешь из-за чего он сказал я объясню мальчику он сказал я не гей но я могу да прикинь это сейчас вот такой тизер я не гей но я могу и вот это у соловьёв мне кажется он так вел себя как будто бы у нее есть две темы которые прямо задевает я на прожарке заметил когда говорят что он гей и собакой спал не говорят что он плохой актер у этого дома и он встал говорят про него и если это это все меркнет если ты скажешь что он плохой актер вот в нем чувствуешь когда я какого-то оскорблять его это понимаем как сильно задевает я заметил во время интервью хороший актер и а то что гей и собака это на очень может быть да когда у нас на прожарке тоже сказал один человек что он плохой актер он встал и рвал и помню этот один человек мы который засал и попросил себя вырезать и второй человек который после интервью он он не засал мы его не верили который говорит блин чё вы вообще будете выпускать наоборот надо выпускать надо проблема в том что вы пускай надо наоборот выпускать наоборот ставьте комментарии лайки просто тогда знаете может быть атакуйте александр не злоде мне кажется что собчак еще и и узнала потому что когда я же в испании его видел понять расскажу как я увидел я видел в его в испании и он сказал еще такое дал интервью собчак что капец и он об этом всем рассказывать все кому он дал интервью он всем рассказал мне рассказывал что он полетит типа я не буду говорить кому она уже не будет выпускать и расшивку ну вот мы записываем сухоруков и радует ира сухоруков что он поедет к ней и так далее и я думаю что он собчак тоже рассказал и она думала тоже успеть на как бы выпустить до у нас я вижу что что-то конечно она сейчас скажет что нам плевать у вас там 300 просмотров под подкастом а я там такая кровавая барыня но я уверен что они торопились и быстро это выпустили тоже как бы в это если бы мы вышли 30 июля в мой день рождения как мы хотели это было бы хорошо а сейчас я думаю даже не выпускать ее потому что потому что мы не шутим про такое большое событие что он говорил там он там призывал там к расколу россии он при он говорил с кем он там спал он сейчас уже там заявил что он чуть ли не с кемпором спал это а мы про это вообще не так люди понимают что за ну прожарка снималась это выпустим как будто мы такие как будто его увидели у себя будто хайп панина начался и мы такие и мы за типа дешевый нет нет все равно же люди понимают что мы не могли прожарку снять этот что прожарку снять первые придумали что прожарку снять за последние мы же не могли снять нет об этом никто не понимает тогда я дал интервью дудю и на фоне меня было америка все всю жизнь считали что я живу в америке я разница будет это же если мы на днях выпустим вот эти три четыре пять но неделя это повлияет прям так но мне кажется нет у нас уже у нее три миллиона уже конверсия уже маленькая будет нам с перехода просто у нас как будто у нас просто я тебя понимаю что если я смотрю что-то произошло он как бы вляпался в очередной скандал сильный большой очередные уголовные дела на ему замаячили это а мытки а вот у алексея было видео что там с собакой спал ну а нельзя датировать там уже мизулина уже строчит на него а датировать нельзя да опять таки мы пишем выпуск был снят доноши да нет но это неважно собчак не говорит о том что о чем ребята шутят они разговаривают вообще про другие вещи мы про его пьесу говорили а там она не говорила нет как будто да ну как будто бы и чё не мы сейчас все правильно делаем были типа такие да не мы не будем выпускать чтобы в коментах написали типа не ты чё это же прогрев ты чё опрос но вырежем это да но учитывая то как мы монтируем учитывая то как мы монтируем мы этот подкаст выпустим после того как выпустим классика через год мы нолан да так и перейдем без спецэффектов снимать не люди да будут думать почему не шутить про отношения с киркором все эти дела это уже все прошло мне кажется уже даже как будто это не имеет отношения люди зайдут прожарку видят шутки относящих панину и какие-то шутки тему мы не затронула не затронула все-таки надеюсь что у нас не так много пересекается аудитория что наш зритель он прекрасен я у меня наоборот еще мнение наоборот почему надо выпускать почему может быть это на на хайпе нет да вот именно на хайпе мне просто многие говорили типа а кто пани да уже по все про него забыли а вот не забыли а вот видишь как мы и мы как будто нет как будто собчак напомнил как раз время а мы как будто что не пошутили я понимаете ну не просто есть конечно в этом и такая зави во второй раз но нажимайте тогда там оплот да и прямо дропаем прям сейчас нам кстати можно еще заболеть опрос кого бы хотели бы чтобы мы прожарили если понравится может быть пусть панину можем позвонить сейчас вот отсюда хотите давай как раз у него утро саш не хочет по бартеру предложить собчак мы думаем что бартерс как не они они она же ну во первых она давно уже добывается промывается у нас нет ни общего контакта но с тех пор как и драка на и драка завели дело с тех пор она говорит о стендап популярен я так представляю себе редакторов она так и говорит в итоге и драка популярна сейчас нужно и и она говорит а поскольку тнтшным комикам запрещено говорить что-либо про политику найдем стс они такие возьмем этого вот кто там есть и это пародия и я это пародия на редактор а все на шербакова продюсер кто видит кого и когда шербакова видел что и когда они ваня и когда и я им ну как бы и аж я просто не хочу туда идти потому что это интервью она ничего хорошего никому в жизни не принесло это чак да да то есть как будто ее задача со времен дома 2 вывести тебя на что-то грязный нет на то что на хайп то что люди будут смотреть что правильное значение слова токсичный то есть затоксичить так чтобы ну вот значит вот это вот чтобы ты вылился да да вот гниль и мне кажется она питается этой гнилью эмоционально это сейчас не я не говорю о ней как о человеке она для шоу так что мне кажется психотип просто этого человека сложен таким образом что ее питает вот эта гниль вот знаешь когда люди бывают смотрят на аварию авария случилась и все вот и вот эти вот гнилые чувства которые тебе отвратны и и и тебя приличают ко мне за психоанализом выстраивайтесь в очередь вот и мне кажется и поэтому я во первых то не хочу идти во вторых потом мне кажется что она подмахивает российской власти это видно это без чика да да ну как бы она говорит что нет но мне кажется у нее и с властью такие же отношения тоже знаешь проверяет границы вот как этот маленький ребенок вредный она как бы же сидела на коленках у мистера и она и она вот эти вот гнилые штуки уже сидел на коленках нет отец политики собчак знаешь как дочь моя себя ведет иногда которая вот прямо ты видишь что она прям вот хочет узнать получит она или нет понимаешь сорвешься ты или нет он так уже не делает но вот в детстве там в три-четыре года не сорвешь любой ребенок нет а ты не хочешь наоборот прийти показать и показать ну типа уровень оборот чтобы она был выглядела монтаж не забывай что ножницы в руках у нее что было что она сделала с моргенштерном она просто вставила его фразу которая по сути про он что-то сказал типа чего мы гордимся днем победы не гордимся полетами в космос например о чем и сейчас современных достижений нет но он как-то так косноязычный скал что это в монтаже прям таки о статья понимаешь и я не говорю что мне что там статью впаять или что-то ну я не такой большой у меня медиавес меня не интересно на меня ничего навешивать но просто это это будет это может сыграть в минус как персоне второй вариант есть как чувак один придумал свою камеру взять и ходить и свое в версию интервью выпустить он есть но они как бы пишут она же по бартеру многие вещи и делать они пишут что я могу прийти к вам и у нас уже здесь дилемма называется но это не хайпа хайп и совесть как бы позвать ее к нам в прожарку и прожарить и потом мне к ней пойти или все-таки не 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 звать а позвать если прожарить и прям по делу от вот ну да чтобы это не было уже типа по дружески чтобы сказали типа это плохие слова потом сказали ну в целом ты хорошая нет прям до конца до конца прям типа но наш формат подразумевает что мы смеемся успеем до смеяться над просто ну то есть мы же мы не хотим ее просто всемиром говорить ты вот это плохо мы же хотим изысканно говорить что ты вот в этом плох но плохо сделала и мы сейчас про это пошутки пишите снова комментариях звать собчак или нет а шутки наши да сидят на свалке четыре человека и думают нам собчак написала мы думаем звать не звать нас как бы два выбора собчак или короче рад вас видеть классно же класса что вы в городе а я приехал давайте начнем делать снова вечеринки мероприятия регулярно видеться на новый сезон 11 августа сан-диего у нас теперь есть логотип 11 августа выступаем с сан-диего если кто-то из сан-диего есть логотип билеты 17 это наш офис ты знаешь тебя пока не было нам дали компьютер у нас теперь есть подари игровой катана какой офиса пока нет а компьютер есть офис офис онлайн офис microsoft excel офис нет иронии в том что у компании zoom есть офис я хотел бы сказать что вы не в курсе что 17 числа в рамках фестиваля комедийного фестиваля бурбанки где будут англоязычные площадки мы делаем свое шоу на нашем языке я в курсе на герой пишет тигр но у нас нельзя назвать что он прям чистый русский я здесь отвечаю за защиту русского языка у тебя охуенно получается из-за киры не особо чистый да ты это вообще идеально вот нет и мы на английском еще попробуем там тоже встать мы же все время хотим сделать здание на английском у ребят уже было шоу на украинском языке украинское чисто шоу поэтому очень клево что они все шоу существуют и я думаю не все будут развиваться каждый по-своему просто круто что нас пригласили нас заметили и бурбанк хочет как город возродить свой комедийный фестиваль который у них был много лет они хотят чтобы мы взяли одну из площадок и они давали нам несколько даже тайм-слотов и даже автопати блин но мы не рискнули брать пока автопати потому что аслан все время занят более важными даме если его нет нет девчонка они после нас будет авторпати индустрийная прям с комиками с букерами в том же месте где мы выступаем американский да поэтому тоже мы оставим ссылку на линк 3 нам было бы приятно чтобы люди кто-то пришел бы ну я не просто хотелось бы на самом деле по болтаю поговорить вообще а вот давай поговорим как раз как ты подвел к этому а насколько вообще актуально будет никогда развивать стендап на русском на 100 насколько это будет ну типа такой учитывая то что я уехал на три недели и вы вообще перестали что-то либо делать это ну не не учитывая то что другой вы не выучите спрос есть смотри за английский нам не платят на русском последние полтора года захотелось больше говорить чем было до этого потому что много боли прожито и расставание и грусти и поэтому мне кажется не у нас есть спрос у нас не хватает комиков если честно так я говорил что у нас и люди устают и те же люди и одни и те же комики выступают и одни и те же шутки нам необходимы еще комики поэтому собственно вы в качестве рекламы хорошо что пришли в чистой одежде можно я так и работаю кстати да да многие спрашивают вообще много даже известных комиков собирается уже приехать уже 1 казахстан в августе конца приедет кто-то в октябре виделся наверно кто-то в марте и да нам сейчас нужно как бы дотянуть наше детище чтобы она стала каким-то еще дальше начали по новую же переходный период мы слишком быстро взлетели а дальше мы не как бы не знаем куда нам развиваться потому что рынок людей ограничен и рынок комиков тоже я считаю единственное единственное что спасет если я не знаю я просто я как я вижу я как изначально первый раз дали из выступить из амстердама первый раз пришел выступить и тоже инстаграм взлетел что че ты про свой я про взлет не стендапа чисто как будто инстаграм только взлетел простой приложение инстаграм ну да как раз таки галочки стали акции фейсбука выросли я не видел после твоих рилсов как фейсбук мне не говорите нормально я не про себя что параллельно тихо не взлетела я как пришел и думал что развивать русский стендап здесь на русском стендап здесь ну не совсем выгодно скажем так не совсем уместно я до сих пор как будто так чуть думаю может типа может поэтому он не развивается потому что ты его не просто зрители нет а когда ты пришел в мувинг ты подумал вот этот бизнес я могу развивать нет в мувинге я пришел за бабки здесь я чисто задушен ради не правда что зрители повторяется но мне кажется это связано с тем что мы не охватили всех русскоговорящих пошла нам дали новая война мне кажется нет русских нет больше зрителей лос-анджелеса много русско будто бы не до всех но это есть но ты не можешь всех на один единого забрать здесь кому просто не нравится кто-то просто не хочешь мне про это говорит кому-то просто нельзя выезжать из калифорнии или свои квартиры я нас осталось на две минуты а то что быстрее отели искать вот и доквари ты читали ну сделай короче аслан хочет сделать английский стендап нет я не хочу сделать английский стендап какие-то развивать английский стендап потому что шопо не справляются нет я просто хочу какие-то ну чтобы вещи какие гарантии того что что может есть стоит этим заниматься гарантии нет гарантии я имею ввиду зрители покажи этот выпуск гарантированно выйдет youtube вот Вот, ютуб, да, развивать ютуб, потому что ютуб это всемирная штука, все видят, в Америке там 600 тысяч, а во всем мире еще больше. А я несколько раз смог оплатить квартиру за счет того, что русскоязычным стендапом занимаюсь. Нет, ну я тоже много чего делал. На самом деле я тоже что-то... Если бы у тебя было больше, чем 10 минут материала, и ты бы его всегда показывал уверенно, то мне кажется нашлись бы новые зрители. И новый материал. Давайте каждый четверг новый концерт. Что за это на зрителей пенять? Коли... Нет, нет, мы и сказали, что одни и те же комик, одни и те же материалы, но это и про себя. Давайте плагнем наше шоу и закрутим. Все совместно, да. Плагнем следующее шоу и закроем. Да, мы же уже рассказали, у нас Сан-Диего. Мы попрощаемся. 11 августа, новый материал мой, кто в Сан-Диего, был Порши раз. Новый был, еще то, что не успел до рассказать и дописал. Вы хотите 11-17 и новый потом как сезон? До свидания. Нет, просто концерты принесем. С сентября. Все, напишите, как у вас дела, и у нас будет... Поставьте лайк. Ну, просто сейчас микрофон уберем, продолжим говорить. Да, но на улице. Все, бай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok